Из очередной поездки ехали все вместе в одном бусике, возвращались в Киев. И мы как раз были заряжены идеей снять это кино и задавали разные вопросы, в том числе провокативные, специально. Как режиссер задавал такие вопросы, а как вы смотрите на это, на это. Их ехало помимо нас три человека с одного взвода. Одному 60 лет, второй мой ровесник, там 44, ну 43, два года назад. И молодой человек с позывным вогнами, которому было тогда 22. Они настолько увлеклись рассказом и своим видением того, как они смотрят на эту жизнь через призму войны, через призму своего возраста, что они вообще забыли про наше существование и начали разговаривать между собой. И когда вот мой ровесник задал вопрос этому молодому, мне вопрос, он сказал, послушай, молодой, я тебе сейчас скажу. Тот говорит, нет, 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 ответь мне на один вопрос. Что я здесь делаю в военной форме? Тот говорит, ну там Родину защищаю. Он говорит, я все это понимаю, Родину защищаю, тогда не надо мне из телевизора сказать. Что я здесь делаю, мне 22 года, что я здесь делаю рядом с тобой в военной форме? Не можешь ответить, я тебе скажу, потому что 23 года тому назад вы просрали мою страну. И потому я не в Лондоне, он, который разговаривает на двух иностранных языках, не там, не там. Я не знаю, кто прав. И не наша задача говорить, что прав этот молодой или прав тот, который пожилой. Но там ведь много правды и в его словах, и много правды и в словах более старшего. И в конце концов, мне кажется, что такого рода диалоги непростые между людьми, которые согласны в главном, для которых есть главное. Земля своя, свои семьи, мамы, папы, сестренки, дети, улица, дом. Они едины в главном. Но мы ведь и хотим вместе, наверное, жить в таком государстве, где каждый имеет право на слово. Мы ведь, наверное, хотим жить в такой стране, где каждый будет чувствовать, что он не винтик в машине, а он целый мир. Что он часть целого. Но он вполне конкретная часть. И мы это сделали, конечно, сознательно. Потому что эти вопросы, которые они там обсуждают, и свидетелями которых мы были не раз, мы ведь задаем каждый день друг другу. Какую мову ты разговариваешь? Что я привычную? Державная мова, або твои почутки властной гидности и почутки того, что ты е украинец, ну, как бы, там, частка такого свиту, да, ну, там, державы и так далее. И на эти вопросы очень часто нелегко ответить.